Уже, значит, сейчас вот в конце прошлого урока поднялся вопрос о приоритетах, да? Этот вопрос очень важный. Я вам отвечу на него так. То, что я раньше понимал, и сейчас моя точка зрения поменялась. А понимал из-за того, что я так был научен. А научен из одного конкретного учения. Может быть, кто-то из вас тоже слышал это давнее учение. Оно... Бытие, 26 глава. Бытие, 26 глава. Берешит. В начале, да? Что же было в начале? Здесь речь идет о Исааке. 24 стих. В ту ночь явился ему Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И Исаак устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой. И выкопали там рабы Исааковой колодец. На основании этого стиха, я когда пришел в церковь, когда обратился к Богу, я слышал это учение. Что? Исаак устроил жертвенник и призвал имя Господа. Что на первом месте наших взаимоотношений с Богом, в нашем служении, в наших трудах, в семье, это Бог. Это мы согласны, да? Безусловно, правда? Дальше в этом стихе написано, что Исаак раскинул там шатер свой. Шатер это значит дом. Это значит семья. На втором месте после Бога идет семья. И дальше мы видим труд Исаака и его рабов. И выкопали там рабы Исааковой колодец. Третье это работа. И значит, это учение Бог, семья, работа. Оно очень долго, ну было таким главным составляющим и направляющим. И действительно, что до сих пор, до сих пор, вот, я знаю, что это учение, ну, может быть, еще и какие-то другие учения, я не слышал. Но они так проповедуются, так они истолковываются и так направляют жизни верующих. Вот. Борис Савулович нам на одном из ретритов, эта тема поднималась неоднократно. Вот. И мы это увидели и в нашем служении. Я вам в этом неделе много примеров рассказывал. Вот. Это не обязательно, что именно такая расстановка приоритетов, она должна быть всегда. Это шкала приоритетов, которая может меняться в разное время, из-за разных обстоятельств и так далее. Массу примеров просто можно привести на эту тему. Есть время для работы. Вы понимаете? Есть время для семьи. И даже тогда, что для нас важное, главное, да, чтобы мы строили отношения с Богом, чтобы в результате этих взаимоотношений мы поклонялись Ему и Он знал нас. Правда? И чтобы через поклонение Богу мы начинали, служа Богу, служить людям. То есть это два таких направления, которые для нас очень важны. Знать Бога и служить Ему и служить людям. И бывают такие ситуации, что когда даже служение Богу нужно в какое-то время временно приостанавливать и заниматься работой. Или заниматься семьей. Все очень просто. Все очень просто. Вы довольны? Мы рады, что мы вам. Вы понимаете? Потому что возникали вопросы, когда я был в церкви. Как можно служить Богу, если у нас проблемы в семье? Как можно служить Богу, если у нас недостаток, у нас в доме погром, туда стыдно, чтобы люди пришли? Вы понимаете? Как можно служить Богу, если наши дети полураздетые? И люди не служили Богу. Они как бы были верующие, но они все свое время вкладывали не в служение Богу, а трудясь и занимаясь семьей. Но не служили при этом Богу. Не служили люди. У них не было никакой ответственности. Вы понимаете? И, конечно же, это люди, которые духовно не растут. Микрофончик. Поэтому в разное время это действует по-разному. Есть время, когда нужно посвятить себя работе, когда нужно посвятить себя какому-то труду. И то при этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не оставить служение. В данном случае с нами. В данном случае, это я говорю о всех, я о мужчинах и женщинах. В данном случае в моей семье то же самое. Мы понимали, и это было видно. То есть, к нам, когда даже приходили некоторые из других церквей к нам домой, когда у нас был погром дома 8 лет. Ну, просто все рушилось и валилось, и до сих пор ничего не делалось. Как? Вы же пастырская семья. Мы на некоторых пастырских конференциях слышали, что ну, все должно быть так идеально, красиво, и должно быть удобно и комфортно. 100% вот и хорошо. Но если не пришло правильное время для того, чтобы это осуществилось, и есть ли вообще возможности для этого. Поэтому мы понимали, что мы не можем. Вот это, мы не можем оставить служение. Но пришел момент через 8 лет, когда Бог что-то подготовил нас, Бог что-то совершил в наших мозгах, когда Бог как-то обустроил служение, когда люди начали подниматься. Мы могли, уже целенаправлено себя, но не оставляя, естественно, служение. Но то, что я вам говорил, мы могли ездить в Киев, Житомир, смотреть разные строительные магазины, изучать строительный рынок, для того, чтобы покупать все, что нам необходимо для ребенка, и строительные материалы, и БТВ, и Эвсеть. То есть мы очень часто, как бы оставляя служение, занимались собой, семьей и трудом. Вы понимаете? Если бы мы с воиной приняли решение, мы не уезжаем в Германию. Так, мы не уезжаем в Германию, у нас деньги есть. Их, у нас только денег. Мы продали Вадика квартиру, мы продали машину. Вот, раз мы не уезжаем в Германию, раз у нас осталась эта квартира родителей, так надо же ремонт сделать, как же мы будем дальше жить? Мы больше четырех лет жили на эти деньги, которые мы продали, еще и из них вкладывали в аренду общины и так далее. Мы понимали, что что-то внутри такое, что мы должны позаботиться о Божьем, а Бог позаботится в свое время о нас. И это было в то время, мы полтора года как верующие, когда мы слышим это учение, и мы понимаем, ну как бы это с кафедры проповедуется, и так люди живут, наши братья-сестры вот с нашей церкви, они вот так вот живут, и когда рождается община, мы вообще по-другому поступаем. Вы понимаете? И таких примеров очень много. Очень много. Поэтому можете взять диск от, когда Борис Саулович учил о шкале приоритетов, там тоже с многими примерами, ну как бы там несколько часов оно все это длилось. По-моему, на позапрошлом это ретрите было. В общем, Саша может найти, просмотреть, послушать, там можете взять, что вам нужно, полезно, как вы считаете нужным. Вот. Поэтому это было очень здравое такое, знаете, сбалансированное учение, толкование, потому что в этом тоже есть перегибы. Из-за этого это часть открытая, часть открытых дверей к обогащению, к жажде ножев. Из-за того, что неправильно расставленная шкала приоритетов. Или не то, что неправильно, а именно из-за того, что должно быть вот так, а не как иначе. Вы понимаете? Сейчас же очень много людей, сейчас же очень много людей, которые приходят к Богу, и когда они попадают в эту, как мы говорили, не структуру Божьей семьи, Божьей жизни, да, образ воды мы брали, образ Мессии, а когда люди приходят сейчас в церковь, и их сразу вовлекают просто в успешную материальную жизнь? Вы представьте вообще. Вы представьте вообще. Пожалуйста. Я знаю такое вот название служение, бизнес-служение. То есть человек, он как бы работает, у него свой бизнес, и он служит финансами в церковь. И как бы в списке служения, оно отмечено служение, бизнес-служение. Вообще, можно ли это называть служением, бизнес-служением? И как бы правильно ли это? Так как мы говорили, что есть семья, есть как бы работа, да, человек может как бы, ну, служить финансами. Вообще, называется ли это служением? Служение финансами? Да. Такого служения нет в Библии? Нет такого служения. Ну, если я не прав, вы меня. А женщины, которые что за Иисусом, они следят с Своей? Как это следить? Своей служение? Это то, что мы разбирали, это... Как правильно должны быть проставлены приоритеты, если, например, семья, в которой муж неверующий, и жена верующая, хочет служить Богу, но он каким-то образом хочет, чтобы она была дома, например, была возле него, служила ему, а потом, если все хорошо, и звезды станут правильно, он отпускал ее на какое-то редкое служение. Вот каким должно быть ее отношение ко всему этому? Ну, или как правильно она должна себя вести? Помните, в Писании написано, что житьем своих мы можем спасать наших мужей неверующих и так далее. тут тоже можно рассматривать разные грани этой ситуации, похожих ситуаций. на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, если муж неверующий, у нас есть примеры такие, когда муж неверующий, а жена верующая, разные примеры. вот, честно вам скажу, дорогие сестры, очень многое зависит от вас. Вообще от... муж неверующий, муж неверующий, если он, он все равно ответственен за семью, он все равно имеет часть семьи, как главы семьи. если у нас, он отпускает своих жен на служение, слава Богу. Слава Богу. Вот. И... если жена будет себя вести достаточно правильно, вот, и она не будет ему потыкать в том, чтобы он там скорее пришел на служение или еще как-то, будет молиться за него, будет стараться быть послушной ему, заботиться о нем, то, конечно же, такие мужья через время все равно, вот, мы даже с ними поддерживаем такие отношения с неверующими мужьями, они где-то постепенно приходят на служение, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но есть такие жены, где просто мужья продолжают пить, продолжают дебоширить, вот, и когда ты говоришь с этой сестрой, с этой женой своего мужа, то ты понимаешь, что просто все, что она должна выполнять, как жена или какие-то условия, она не выполняет, она не делает. И тогда уже, тогда уже проблема, тогда уже получается проблема. если по какой-то причине, например, муж неверующий, да, и не разрешает жене ехать, допустим, идти на служение, да, допустим, по каким-то там причинам, например, он просит, допустим, допустим, ей говорит, ты просто знаю семью, такой, и муж говорит, останься со мной, побудь со мной, я хочу побыть с тобой вдвоем, пообщаться там, просто, то есть. А у нее очень важное служение. Да, а у нее, допустим, служение, ну, допустим, даже не очень важно, ну, просто, допустим, шаббат, на шаббат, то есть на служение субботнее. Вот как быть, если муж говорит тебе, побудь со мной, да, и по идее Библия пишет, во всем послушайся мужу. Вот как вот в этой ситуации быть? Если муж явно настаивает, надо остаться. Я тоже так думаю. Если муж явно настаивает, надо остаться дома. Вот, можно договариваться с мужем. Вот, у нас есть такая ситуация, и они пришли в такое, как бы, я даже с этим мужем неверующим пока говорил, вот, он очень хорошо к нам относится, но он пока так, он когда что-то у него там, что-то вляпается, тогда он обращается ко мне, и тогда он как бы понимает, вот, что вот есть друг, Вадим, пастырь, он помолится, и что-то произойдет. Уже не раз так было, он избавился от курения, вот так вот, мгновенно. Вот, он здоровый, извините за выражение, мужчина, уже больше 30 лет, а он как ребенок стоит, сам занимается спортом, качаться, как он называется. Да, да, вот, в общем, такой здоровый, весь накачанный, стоит, и это, игровые автоматы играет. Вообще, приходит ко мне и плачет, такой просто, что может поднять автомобиль, и просаживает такие деньги, говорит, Вадик, представь, так влип, так взяви, мне говорит, стыдно, я даже от сына прячусь. Зависим, понимаете? И он приходит ко мне, и мы начинаем разбирать, молимся, и он, вот это да, Вадик, ты представляешь, вообще даже туда не тянет. Так вот, он, он со своей женой договаривается, вот, бывают периодически напряги, там, я когда могу вмешиваюсь, когда, когда я не могу, я понимаю, я не считаю нужным, я не вмешиваюсь, вот, но вот его жена, она говорит, что вот сегодня, ребе, муж меня вот, или там завтра, вот я могла бы там завтра прийти, или там позавчера, я говорю, без проблем, все, оставайся дома, наоборот, оставайся дома. И бывает, что наперед, если я вижу, где есть еще вот такие конфликтные какие-то, могут возникать ситуации между верующим мужем, или, или, и наоборот, женой, ну, пока это в моем таком поле зрения, там, слава Богу, другие, другие семьи поднимаются, которые тоже могут в этом помогать, то я стараюсь заранее эти вещи, как бы, говаривать, спрашивать, как отношения, ну, как бы, искать, искать этих встреч, чтобы помогать людям. То есть неправильное понимание, да, вот, есть у многих людей, что на первом месте, как бы, Бог, вот, как выражается, я просто слышала от, ну, от одной женщины у нас, в Новокузнецке, что на первом месте Бог, я не буду слушать мнение своего мужа, если мне надо идти на служение, пойду на служение, я не буду слушаться ему, то есть своему мужу, как бы, слушаться я не буду, или там, как бы, уехать, там, с ночевкой вообще куда-нибудь, то есть вот такие вот моменты, это же неправильно? Конечно, неправильно, это неправильно, это приведет еще к худшим отношениям, и последствиям, и так далее. Микрофон возьми. А если муж вообще не разрешает ходить на служение? Надо рассматривать, Алена, каждую ситуацию, каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Мне слава Богу. То есть какая причина? Почему он ее не пускает? Ну, вообще, просто он категорически против, и не пускают, и он просто останавливает. Антисемит. Ну, вот он категорически, вот, категорически, вот, никак, ни по какому. Вот он не хочет, она хочет, она рвется, она рвется, рвется, да. Она рвется, Господь, она хочет, а он ее не пускает, и все. Может, даже еще ее, да, за между прочим, и ударить. Ну, в данном случае, если такое происходит, вот, и если жена делает, как бы, все правильно, ну, значит, ей нужно с ним попрощаться. это нужно, Нет, разлуку не надо петь. Развод, вы знаете, в каких случаях? Прилюбодеяние. То есть, тут, значит, нужно сестре, ну, принять это смирение, терпение, понимаешь, на это место есть куча утешительных мест из Писания, вот, где жены могут находиться пока в таком состоянии, ожидать каких-то изменений, понимаешь? Значит, на данный момент, это ее часть перед Богом, но если она хочет идти за Богом, вот, и хочет перебрести мужа, она должна проходить это. То есть, безусловно, тут она должна сотрудничать с духовной властью, советоваться, как поступать так или иначе. Вот смотрите, есть просто такие вот тоже примеры, что вот, ну, она когда переставала приходить на служение, и уже приходила уже, ну, знаете, когда мы без церкви, без служения, без общения, и она уже смиряется с этим, и она уже просто, как бы, и отдаляется от Господа, и уже, как бы, какое-то время проходит, и она уже становится под его тоже сторону, и все, и как бы, и Господа не знает, и так вот. Ну, значит, надо молиться, значит, надо... Тут нужно разговаривать, Алена, с этой сестрой. Тут нужно разговаривать и понимать, можно позадавать и кучу вопросов. Понимаешь, можно позадавать и кучу вопросов, оно может где-то что-то выявиться в быту, в отношении, ну и так далее. Понимаешь? Конечно, конечно, то есть можно найти, можно найти все равно любые подходы к любому мужу, чтобы он отпускал нас. Можно найти. Такого... Я, например, не слышал такого, чтобы ничего не предприняв, чтобы, ну вот, категорично было нет, и это железно, и это уже долгое время. Все равно есть какой-то выход. Есть. Надо разговаривать. Что есть, да? Да. Может, мухал просто так мощно подходит таким детям, которая должна быть рядом с ней, что, или какие-то эти, или ее насилие, в основном с семьей. Ну, тогда, может быть, есть возможность к разводу. В этом случае. Я хотел добавить. Если это, если синяя, то, может быть, надо поднимать вопросы развода. То есть, у нас, у нас есть такая ситуация, когда муж, неверующий, вот то же самое, Саша, что ты говоришь, вот я вспомнил, да. Он ее тоже так бьет, когда выпьет, он там не соображает вообще, бьет ее. Но при этом он ее пускает на служение, она ходит. И она приходит и жалуется. Понимаешь? И когда мы ей говорим, то есть, что ты вот неправильно здесь поступаешь, неправильно здесь, ты не сделала то, что мы тебе говорили тогда, но действительно так было. Вот мы поняли в какой-то момент, что мы какую-то чувствуем вину, знаешь? Вот что эта ситуация не разрешается, и мы просто как, ну, понимаем, слушай, стоп так свои, знаешь, вот. Что-то тут не то, что-то тут не то, а потом мы поняли, ее это устраивает. Ее это устраивает. У некоторых женщин это может устраивать. Доходит до такого мазохизма, что даже сексуальная зависимость от этого зависит от мужа. И она идет на то, чтобы он даже ее мочил. вы понимаете? И вот мы увидели, что что-то похожее в нашей, ну, в одной семье у нас. И все. И когда мы ей начали об этом, и когда мы ей начали об этом говорить, когда мы ей начали об этом говорить, она после этого к нам больше ни разу не подходила. Мы конкретно об этом сказали. Да, такие и есть. Вот. Показали ей эту всю картину. И она больше к нам не подходит. Вообще, просто вообще не подходит. Вообще не подходит. Мы просто были поражены. Удивлены. Пожалуйста, Сергей. Где-то год-полтора назад я с Олежкой Покопенко, кто-то знает, да, Бог так дал мудрости, мы помогли одной семье. Муж не пускал сестру в баптистскую церковь. Вот. Длительное время он там приткнулся, вот, закрылся от Господа и методом физическим воздействием не пускал вообще. И как мы сеяли? Мы просто приходили в гости своим приходом, привлекали некоторых, приходили в семью периодически. Я взял на абордаж мужа. Он поддерживал жену, Олежка, знаешь. Вот. Как бы, когда я приходил, муж передо мной извинялся, даже когда он там пытался курить. Нецензурная брань, муж даже извинялся, когда он там пытался ругаться. Вот. Хотя я ничего ему не говорил. Вот. И Бог так дал мудрости. Мы победили нежелание мужа пускать жену. Через полгода, когда мы уже там реже начали приходить, муж начал посещать церковь. Я говорю о том, что не всегда надо требовать от мужа, чтобы кто-то просил, чтобы муж отпускал. Я говорю о том, что можно даже своими знакомыми приходить посещать семью, тогда, когда муж запрещает. Жена мужа не пускает. В вашей ситуации вы понимаете, да? Моей? Моей? Да. Я спросить вот хотела. Вот, когда, например, вот, произошел развод, да, между мужем и женой, да? Ох, мы тему подняли. И, например, можно жениться, когда женится и муж, и жена, когда они вот уже в разводе, и на других людях они уже совсем, может быть, брак, они могут опять? Брак, да. Возможно. Спасибо. Но в данном случае она хотела спросить, по причине прелюбодеяния был первый развод? Взаимного прелюбодеяния? Обоюдно. Швеция, да. Ну, я верю в то, что при искреннем, действительно, покаянии и желании следовать за Богом и создать семью, даже при прошлых ошибках, грехах, Бог может восстановить и сотворить новую семью и новые отношения. То есть, правильно к этому нужно подойти и выдержать какое-то время. Очень важно, если повторный брак, конечно, тут давать какие-то сроки людям, консультировать их, встречаться с ними во время их отношений и так далее, чтобы не было повторных ошибок. То есть, я верю в то, что Бог дает новое начало.